Компания VU Games, по-видимому, не терпится сотворить с Бандикутом Крэшем что-нибудь этакое. Например, превратить его из героя привычных платформеров в заядлого гонщика. Или вообще сделать первооткрывателем нового жанра. Целая череда не самых удачных проектов подвигла боссов и Венди на несколько неожиданный шаг. Крэшу позволили усесться разом на два стула. А в игру Crash Tactile Racing души понапихали и платформеры, и отвязных гонок в духе Марио Карт. Что же получилось в итоге? На удивление приятный коктейль, в котором примерно в равных пропорциях понамешали разного австралийского зверя и парочку сумасшедших гениев, гризящих мировым господством. Вся эта честная компания носится по огромному парку развлечений, выполняет различные квесты и от души мутутят друг друга на многочисленных трассах. Весело? Да не то слово. Хотя сначала приходится и поломать какое-то время голову. Что же тут к чему? После сумасшедшей Бандикута с носящей заставки нас сходу запихивают в самую гущу событий. Причем не особенно стараясь разъяснить, что здесь к чему. Мол, идти надо туда-то, а уж дальше разбирайтесь самостоятельно, гости дорогие. Делать нечего. Придется идти и разбираться. Основная задача. Всеми правдами и неправдами собрать раскиданные тут и там Power Crystals. От них якобы зависит дальнейшее существование всего парка. Кое-какую службу в поисках сослужит мини-радар в левом нижнем уклу экрана, но, откровенно говоря, большую часть времени крэш и компания бродят по округе наугад. Да, обратите внимание, Остроносый Рыжий Зверь опять не один. Вместе с ним в парк забралась целая ватага друзей и противников в количестве ровно семи штук. И нам обязательно разрешат поиграть за каждого. Было бы только желание. Тем более, что стараниями разработчиков тут есть где развернуться. Мир крэш-тактим-рейсинг разделен на пять основных уровней. Плюс немыслимое количество всевозможных чемпионатов, соревнования разной степени вменяемости, дополнительные миссии и туча секретов. Стоит добраться до места проведения первой же гонки, чтобы в буквальном смысле ошалеть от царской широты выбора. Демонстрировать чудеса водительской сноровки позволят в режимах Race, Крашенатор, Rolling Thunder, First Lap и Run and Gun. Для тех, кому этого мало, приготовлен сюрприз. Нет, даже два сюрприза. Сражение на аренах, чем-то смахивающее на знаменитый Twisted Metal, и Stunt Mode, где требуется выполнять трюки различной трудности. Одна беда, слишком уж все это между собой похоже. За парой-тройкой исключений задача игрока всегда примерно одна и та же. Догнать и расстрелять. Потом опять догнать и опять расстрелять. И так до тех пор, пока победа не окажется в кармане. При подобном подходе, места действия особенного значения уже не имеют. Носимся ли мы по кольцевой трассе, или пытаемся увернуться от пулеметных очередей на тесной арене, все едино. И в общем-то, гонки в Краш Тактим Рейсинг надоедали бы очень быстро, как бы ни одна оригинальная находка авторов. Называется она Clashing, а суть ее заключается в следующем. Нагнав машину оппонента, мы получаем возможность объединить с ней собственное средство передвижения. Дальше мы какое-то время спокойно катаемся на огромном железном чудище и беззастенчиво делаем из соперников фарш, а из их автомобилей крошки до стружки. Не в буквальном смысле, конечно, но с появлением нас за рулем Супер Тарантаса делать несчастным конкурентам на трассе уже просто нечего. Кстати, в этот момент мы можем сделать выбор, везти машину самостоятельно или доверить ее ловким ручонкам искусственного интеллекта. Он с обязанностями шофера справляется на удивление неплохо. Ну а нам тогда останется самое приятное. Очень большая пушка и соблазнительная красная кнопка. Все вместе это зовется оружием судного дня. Причем у разных персонажей оно тоже разное. У кого-то модифицированный пулемет, у кого ракетница. В любом случае простор для веселья просто огромный. И еще. Прощие характеристики сдвоенной машины тоже превосходят стандартные. Например, именно в Clash-режиме доступно ускорение, с лихвой компенсирующая неповоротливость и повышенный вес катамарана на колесах. А уж бонусные виды оружия вообще песня. Рояли, самонаводящиеся дельфины и наши любимые коровы – вот далеко не полный список встречающихся по дороге радости. С платформенной части все гораздо проще. Если играли в Crash Bandicoot The Wash of Cortex или Crashing Insanity, то здесь быстро освоитесь. Чтобы заполучить какой-нибудь квест, требуется лишь пообщаться с кем-нибудь из праздношатающихся прохожих. А дальше следует стандартный набор действий. Прыгаем, крутимся колчком, лезем куда не просят. Попутно собираем полезные в хозяйстве вещи, вроде монеток. Играем в мини-игры и сражаемся с морально неустойчивой камерой. Любоваться в Crash Tactical Racing особенно не на что. Яркие краски и привычно угловатые модели персонажей. Ну, все как раньше. Во время гонок тоже ничего выдающегося не замечено. Пожалуй, только спецэффекты держатся на должном уровне. Но в целом картинка никаких отрицательных эмоций не вызывает. И на том спасибо. И наконец главный вопрос. Кому можно рекомендовать эту игру? Разумеется, заядлым поклонникам Crash'а, любителям отвязных платформеров и гонок в духе Марио Карт. Все остальные, скорее всего, быстро устанут от постоянной смены действующих лиц, ярких декораций и беспрестанного облетевшения на экране.